Приветствую вас, друзья! С вами Шевченко Александр и канал Академии Счастья. Поговорим сегодня о том, что первично сознание, либо же Вселенная, материальный мир. На самом деле мы можем видеть такую некоторую двухполюсность, двухякостность, я бы так сказал. Потому что каждый смотрит по-своему. И когда мы говорим о Вселенной, некоторые говорят о том, что кем-то это было создано. То есть кто-то говорит о Создателе, Боге или еще как-то. Но на самом деле мы наблюдаем что-то совершенно другое. То есть кто создает это? И если посмотреть глубже, то получается, что Вселенная создается постоянно. Она не то, чтобы была создана и все, а каждый из нас, как сознание, поддерживает создание этой Вселенной. То есть каждую минуту, каждую секунду, каждое мгновение происходит поддержка вот этого состояния, поддержка того, что мы называем Вселенной. И можно назвать это майей, галлюцинацией или как-то еще, но в данном случае это несколько иное. Почему я об этом говорю? Потому что это Создание, оно внутри каждого из нас. То есть и Создатель, и сама Вселенная, оно неразделимо. Поэтому когда мы говорим, что первично, тут даже нету какой-то первичности. Тут есть просто единое поле. Единую, которую потом же самой воспринимает. Потом возникает второй вопрос, что единое это Сознание, либо у каждой обладает своим Сознанием. И тут тоже мы смотрим очень важный момент. Как это происходит? Как происходит этот процесс Создания и потом Осознавания? Если посмотреть на Вселенную как огромное поле или как на все как огромное поле, да, то есть оно первоначально таким и является. Но потом происходит некоторое такое дробление, да, то есть и мы начинаем наблюдать это уже как отдельные сознания, какие-то частички. Вот, и получается, что когда мы наблюдаем эти частички, происходит такое, как квантовое изменение, да, то есть появляется какая-то обособленность. И мы наблюдаем, что вот это такое, это такое, это такое. То есть происходят вот такие вот вещи. И появляется что? Появляются другие какие-то моменты, когда мы видим, что это становится еще мельче, еще мельче. Вот, и таким образом может происходить дробление до самых-самых мельчайших частичек. Но в целом это все волна, огромное, огромное квантовое поле, которое может проявляться, себя и вести и как волна, и как частица. И это очень-очень важно. Почему? Потому что каждый из нас смотрит на мир через определенную вот свою, как бы, как то, что мы называем я, через определенный фильтр призм. И когда мы на это смотрим, то что получается? Проявляется наша какая-то обусловленность, каким мы себя хотим видеть. То есть мы хотим себя видеть какими-то определенными. То есть, например, вот такими, такими. Но опять же, сознание создает это я. То есть это не просто что-то, это тоже создание определенного я. И каждый из нас это делает. То есть каждый из нас это, ну, как бы, создает эту обусловленность, вот это я. Поэтому это процесс, который происходит каждое мгновение. Это не что-то такое, что было создано. Это постоянный процесс созидания. В этом плане я рекомендую прочитать мои книги «Мир и вечного познания. Полное исцеление». Они будут по ссылкам в описании к этому видео. И также, кто хочет гораздо лучше разобраться с этим, то посмотрите, почитайте о квантовой физике, о опытах современных, которые производят квантовые физики. И тогда вы сможете гораздо больше понять, как происходит этот процесс созидания и потом наблюдения, потом рассмотрения, как есть. Вот, это происходит постоянно, каждое мгновение. И мы можем это наблюдать. То есть мы наблюдаем это каждую минуту, каждое мгновение. И что происходит в этом процессе? В этом процессе происходит трансформация. То есть трансформация в чем заключается? В том, что мы видим наблюдаемый эффект и потом можем же этот эффект точно так же рассоздать. И когда процесс происходит рассоздание, потом мы можем снова это создать. Тот же самый процесс, когда это происходит в уме, мы можем очень легко пронаблюдать. Я когда провожу человеку процессинг, то есть в уме появляется какой-то концепт, точнее он там уже есть. И потом мы этот концепт можем рассматривать как есть. То есть что имеется в виду рассматривать как есть? Мы обнаруживаем, как это было создано, и это исчезает. Это тот же процесс, который происходит во Вселенной. То есть он происходит каждый раз, каждое мгновение, день за днем. И этот процесс, это и есть процесс постоянного творения и растворения. Давайте попробуем, как это происходит на практике. Мы делаем практики ежедневно в наших видео. Давайте посмотрим, как этот процесс происходит. То есть сядьте в удобном месте, закройте глаза, настройтесь, создайте пространство для сессии. Почувствуйте себя в этом пространстве, ваше тело в этом пространстве. Ощутите это пространство в полной мере и посмотрите, что там есть в этом пространстве. Какие там есть созданные творения. Потом, когда вы ощутили эти творения, то почувствуйте, как это, что это такое. Какие это творения. Дайте им возможность проявить себя. И дальше выберите какое-то одно, что-то. Это может быть какая-то ситуация или ощущение. Посмотрите, как оно было создано. Это творение. Какое оно. Как оно проявляет себя. Почувствуйте его в полной мере и дайте ему возможность проявиться. Стать самим собой. Вот. И когда оно проявится, посмотрите процесс его созидания. То есть, кто его создал, как оно было создано, каким образом, для чего, какова его цель. И вот дайте ему возможность раствориться. То есть, что имеется в виду под растворением? Это имеется в виду, что вы даете ему возможность стать собой и вернуться в исходное состояние творения. То есть, вы его не то, чтобы как-то там пытаетесь размоделировать прямо здесь и сейчас, а даете ему возможность пережить этот момент творения, и оно растворяется. То есть, уходит вся избыточная значимость, и это творение вновь становится самим собой. Вот таким образом дайте ему возможность раствориться. Вот. И когда этот процесс растворения произойдет, то вы почувствуете снова вот это вот состояние, которое возвращается. То есть, вы почувствуете, как вы можете созидать и растворять что-то. Точно так же этот процесс происходит в разуме, в уме, когда мы смотрим на какой-то случай, и мы видим, как он создан, и это растворяется. Можете прямо это сейчас сделать. Взять какой-то случай, который вы чувствуете, что как-то влияет на вас, и посмотреть, как он был создан, то есть, каким образом, и растворить его. То есть, дать ему возможность исчезнуть, раствориться. Вот. Чтобы он не мешал вам, чтобы вы почувствовали, как это происходит. То есть, когда он растворяется, то вы чувствуете этот процесс созидания и рассозидания. Вот. То есть, просто когда там растворяется, там больше ничего нет. Соответственно, так можно творить и рассоздавать осознанно любые частички Вселенной. Вот. Попробуйте это, сделайте и напишите в ваши комментарии, что у вас получилось. И на этом мы можем закончить сессию, но вы можете этот процесс применять в любое время, когда вам хочется. То есть, в любое время вы действительно можете этот процесс применять и создавать что-то новое, то, что вам хочется, или рассоздавать это. В большей степени сейчас важно рассоздавать те вещи, которые уже накопились, и потом на этом чистом месте строить уже что-то новое. Вот. Таким вот образом, друзья. Если это видео вам понравилось, было интересным, то ставьте отметку «нравится», подписывайтесь на мой канал, добавляйтесь в друзья в соцсетях. Все мои контакты указаны под этим видео. И, конечно же, пишите ваши комментарии, вопросы. Возможно, что-то было непонятно, потому что я так объяснял, ну, концептуально, в общих чертах. А если появились какие-то вопросы, то пишите в комментариях или пишите мне в личные сообщения то, что вам хотелось бы узнать больше. Вот. И будем, пожалуй, на сегодня заканчивать вот это видео. И сейчас у вас на экране появятся мои новые видео. Они будут указаны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!